Встает зима, сейчас осень, октябрь. Пора вешать домики для синиц. Здесь, около Яузы, я нашел скворечник брошенный. Вернее, его сорвало ветром, и я его решил переделать в синичник. Потому что синицы являются самыми хорошими стражами сада. Съедают много-много гусениц и вредных насекомых, куколок, яиц. И хочу повесить здесь у Яузы реки. Для того, чтобы можно было поселить сюда синиц, особенно лазоревых, я сделал вот эту нахлобучку на 5-сантиметровую дырку, литок, 28 миллиметров. Но для синиц 33, но вот у меня бирочка упала. И я скажу, что 33 это самое лучшее для больших синиц. Ну, 32 может быть, до 35, от 30. Но для лазоревых это слишком опасно, потому что большая синица их очень сильно выдавливает. И 28 миллиметров является идеальной по европейским нормам литком для лазоревки. Я здесь его повешу. Это скворечник с такими размерами. Но он годится для синиц. И для большой, и для более мелких синиц. Вот ее размеры передней стенки. Про литок я говорил. Крышка чуть-чуть надвигается сантиметров на 5 вперед. Открывается, чистится. Имеет вот 22 сантиметра на 178 миллиметров крышка. Здесь обитают мелкие синицы лазоревки. Вот здесь растет осока. Из них, кстати, я нарезаю такие небольшие для диких пчел, для осмей и для других насекомых, полезных для сада. Но сейчас здесь очень хорошо для мелких синиц повесить этот синичник, лазоревочник. А вот год назад повесил этот синичник тоже для лазоревки. И он здесь как бы был заселен. Возможно, даже дважды выводились лазоревки. Тут тот же тростник вокруг. Вот. Рядом с метро Бабушкинская. Я повешу где-то в этом биотопе, но на расстоянии метров не ближе, чем 80 метров от этого синичника для лазоревки. У нового синичника у меня такой вот размер 14 на 13,5 дно. И боковая стенка 135 на 30. Ну, пролеток 28 миллиметров, я уже сказал. Внутрь я положил для сугрева, но чтобы и жидкость, если попадет, могла вытечь. Вот такой вот поддончик из-под мяса пополам разрезал. И вот сдвинул, и будет тепло. Потому что зимы могут быть очень-очень холодными. Немножко опилок насыплю. Хотел повесить на это дерево, посмотрел вниз. Да тут бабер около метро бабушкинская живет. Нифигасе. Вот тут следы зубов. Да, здесь я их видел. Раньше они еще здесь, оказывается. В общем, синицам будет весело. Лазоревкам рядом с выдорами, бобрами. Синиц слышно здесь. А они из-за недостатка места вот под этим, под этой тропой, снизу находят место и там зимуют. А здесь вот кормятся. Кормятся и люди вывешивают многочисленные кормушки. А я около 18 синичников сделал и вывесил в прошлом году. Из них примерно в половине вывелись синицы. В одном полевые воробьи. Из-за того, что здесь много кряквы, здесь водятся лисы. Да, рядом с метро лиса. Муниципалитет северо-восточного округа Москвы сажает деревья, липы. Ну вот я решил хотя бы синичники повесить. Пока татарская река Яуза медленно плывет к сторону Оки и Волги, здесь плавают бобры, а люди вешают, уже подготовились к новому сезону для птиц. Вот повесили кормушку. Я тоже хочу повесить. Я Сулейманов Наиль, биолог. И недалеко от метро развешиваю синичники. Вот в этом синичнике тоже вывелись синицы в этом сезоне.